Прошлое определяет мое будущее, и я изменить ничего не могу. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что у меня есть от Господа будущее, и поэтому мое прошлое значение никакого не имеет. Но на самом деле мы должны понимать, изучая вот этот отрывок, очень интересно, что, вот обратите внимание, Яков, он акцентирует внимание своих старших сыновей, что какие-то поступки в прошлом, какие-то нечестивые поступки повлияли на их будущее. И это не перечеркнуло, не вычеркнуло их как сыновей, но в то же самое время оно определило будущее. То есть тот сын, который должен был, скажем так, взять власть в дальнейшем в семье на себя, ответственность на себя за семью, он этой чести был лишен. Эта честь перешла к Иосифу, мы знаем. Но интересный момент, что и за Иуду там тоже сказано. Вроде бы, как власть сейчас принадлежит Иосифу, да, и это четко видно из всей этой речи, из всех событий. То есть Иосиф главный в семье, это никто даже оспаривать не может. И даже из того, как ведет себя отец Яков, можно это увидеть. Во-первых, он сначала призвал Иосифа, чтобы договориться о своих похоронах, и ему это заповедал. Потом же он это заповедал всем остальным сыновьям, Иосифу в том числе. Когда он разговаривал с Иосифом, интересно, когда их диалог закончился, написано, что он поклонился Иосифу. Отец поклонился отцу. Тоже очень интересный момент. Хотя тот же самый Яков благословляет фараона. Понимаете? Тот, кто благословляет фараона, поклоняется помощнику фараона. То есть, ну, это показывает просто очень интересно, во-первых, сердце вот этого человека Якова, что он понимает, что такое власть. Он имеет власть от Бога, он имеет власть благословлять. И в то же самое время он очень кроткий человек, настолько кроткий, что может поклониться своему сыну. Хотя он и мой отец. Значит, интересно, в благословении выделяются две фигуры. Иосиф как царствующий и Иуда как царствующий. Значит, если мы посмотрим по порядку рождения сыновей, учитывая то, что старших три сына уже отстранены, вот по порядку рождения, от ответственности взять на себя роль ведущих, скажем так, возглавить семейство Якова. Иуда, он получается следующим. Интересно, в синодальном переводе это не так хорошо видно, а вот в еврейских переводах там более четко показано, значит, Яков говорит, Иуда отстранился от растерзания. И мы помним, что Иуда, он, он, в принципе, подкинул братьям идею не убивать Иосифа, а продать его. Вроде бы как проявил милость, хотя и не в лучшей форме, скажем так. Но на тот момент, может быть, это действительно, как бы, вот на месте Иуда это был лучший вариант. То есть, что он мог предъявить вот братьям, которые настолько серьезно ополчились против Иосифа, как он мог сам им противостать. Значит, ну, знаете, хорошо, когда есть мудрость, тогда сила не столь важна. Значит, Иуда действительно предложил решение, которое в конечном итоге привело к благословению и спасению всей семьи. И интересно, что Яков в своем благословении этот момент подчеркивает. Именно этот поступок определил дальнейшую судьбу Иуды, как про отца колена, основателя, скажем так, родоначальника колена, родоначальника рода, из которого происходит Машех и от которого приходит вечное царство Божие на землю. Очень интересно. То есть, видите, наши поступки, они влияют на наше будущее, они определяют нашу дальнейшую судьбу. Значит, и вот смотрим, у нас получается как бы два царя в одной семье. Значит, но если мы посмотрим внимательно, то их царство несколько отличается, потому что Иосиф – это как прообраз определенного успеха в мире материальном. А Иуда – он прообраз Царства Божьего, Царства Духовного. И очень часто мы умоляем или одну, или другую часть. Вот на этой неделе, когда общались по теме недельной главы с моей супругой, с Олей, в разговоре прозвучала какая-то вот такая фраза интересная. Оля говорит, удивительно, как в некоторых людях сочетается, с одной стороны, вот духовное такое величие, там желание познавать Бога, там кротость, смирение, праведное хождение пред Богом. И с другой стороны, они вроде бы как ничем особым не занимаются. Там делают свою работу тихо, спокойно, как бы никто на них, может, даже и внимания не обращает, но дальнейшая история показывает, что это действительно были великие люди. А я говорю, послушай, ты говоришь удивительные вещи, а скажи, пожалуйста, а Павел, он вроде бы, он стал великим в силу того, что он послушался Господа, когда Господь его призвал. Но при всем при этом у него была простая профессия, он был строителем палаток. Говорю, а сам Ишуа, извини, он, скажем так, по плоти, он был плотником. Ну или я когда-то читал у Александра Меня, значит, вот это вот слово, которое переведено как плотник, оно буквально правильнее было бы перевести вот именно мастер-домостроитель или современным языком прораб. То есть это профессиональный работник-строитель. То есть он мог заниматься строительством домов от фундамента до крыши. Что, кстати говоря, и показывает его функцию в Царстве Божьем. Он домостроитель. И тайны домостроительства он передал апостолу Павлу. Очень интересно. То есть вроде бы люди занимаются обычными земными профессиями, и в то же самое время их духовное величие настолько неоспоримо. И это соединяется в одном. И только тогда, когда это действительно соединяется, когда одно дополняет другое, только тогда действительно это приносит достойный плод. То есть мы не должны умалять духовных вещей, мы не должны пренебрегать какими-то материальными вещами. И интересно тогда же вот в этом диалоге с Олей, мне вот такая мысль интересная пришла. Я говорю, вот так вот навскидку, честно, вот ты уже не один год в общине в течение всего этого времени. Что ты слышала о том, как должна начинать свой день благочестивая женщина, жена? Она говорит, ну, естественно, с молитвой, с чтения слова. Я говорю, а как, по-твоему, в Библии кто является вот таким самым крупным примером, вот где мы черпаем вообще то, какой должна быть благочестивая жена-женщина? Она говорит, притча 31 глава. Я говорю, а с чего она начинает день? Она раздает служанка в уроченную, то есть в доме. То есть она начинает день свой именно с благих дел в отношении тех людей, тех ближних, которых ей доверил Бог. То есть на самом деле истинное благочестие состоит в том, чтобы мы заботились о людях, которые нас окружают. Естественно, это не умаляет того, что мы должны молиться, что мы должны изучать слово, потому что если мы не будем этого делать, мы не будем знать, как правильно делать то, что у нас на сердце. Потому что, во-первых, написано, что Бог производит хотение и действие по своему благоволению. То есть Он вкладывает в наши сердца желание что-то делать. А когда Он это вкладывает? Когда мы изучаем слово, когда мы молимся. Потом тоже интересный момент, когда история с Марфой и Марией, Ишуа говорит, что Мария выбрала лучшую часть. В чем лучшую? Это, на мой взгляд, лучшую в том, что лучше сначала послушать Господа, а потом идти делать то, что Он говорит, а не пойти на дело-дел, а потом прийти и спрашивать, правильно ли я все сделал, или почему у меня ничего не получается. То есть это очень важные такие вот моменты. Потому что, смотрите, если бы не Иосиф, семья Израиля погибла бы. Но, извините, он действовал, ну, вот что он делал, пока он находился в плену? Он работал. Мы видим что-то о том, чтобы он молился, чтобы он там что-то делал, какие-то вот то, что мы называем духовными действиями. Но, извините, он вел себя духовно, он являл себя достойным сыном своего отца, который научил его определенным принципам, определенным понятиям. И он вел себя, несмотря на то, что отца рядом не было, несмотря на то, что с ним так жестоко обошлись братья, он мог бы сказать, извините, ну, как бы меня жизнь так обидела, Бог меня обошел всем, чем только мог. Как бы я теперь могу и отдохнуть, и расслабиться, и пожить в свое удовольствие. Но он так не поступил. Он жил в соответствии с тем, чему он был научен отцом. И слава Богу за это. Значит, то есть, действительно, материальное и духовное, оно должно дополнять друг друга, и никак иначе. И наши действия должны руководствоваться именно тем, что Бог вложил в наши сердца. Но при всем при этом мы не должны забывать о том, что Бог действительно является автором всех этих желаний, всех мотивов. И смотрите, вот интересно, как сказано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, оно острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть, когда оно проникает в сердце, оно отделяет главное от второстепенного и показывает нам. И интересно, что когда Яков общается со своими сыновьями, когда он возвещает им будущее, он показывает, какие действия в прошлом, каким последствиям привели, и он их ставит перед выбором. Либо вы будете идти тем же путем, и последствия будут ухудшаться дальше, и вы это уже увидели, к чему это все привело. Либо же вы здесь сейчас примете какое-то решение и будете следовать уже тем. То есть, он ставит их перед выбором конкретным. И он, когда дает благословение, он им дает благословение не какое-то общее такое, вот благословляю вас. Он дает каждому, вот как написано, значит, вот все 12 колен Исраэлевых, и вот что сказал им Отец их и благословил их. Каждого по его благословению благословил их. То есть, у каждого было свое благословение. И Отец не придумывал что-то на ходу. Он просто смотрел на своих сыновей, и вот действительно пророческим взглядом он видел их, он видел их прошлое, настоящее и будущее, и он им это возвещал. Именно Слово Божие исходило из его уст в этот момент в адрес своих сыновей. То есть, благословение уже присутствовало в них. Их реакция на это благословение определяло их судьбу, их будущее. Значит, и интересный момент еще. Что говорит Яков? Благословение Отца Твоего, это когда он говорит Иосифу, благословение Отца Твоего, то есть Якова, превышает благословение моих родителей, то есть Аврама и Ицхака, «до пределов холмов вечных, да будут они на главе Иосифа и на темени отличившегося от братьев своих». Я когда читал вот эти вот стихи, я увидел, насколько здесь перекликается и переплетается материальное с духовным. Благословение – это вроде бы духовное понятие, да? Но он здесь говорит, благословение простирается до пределов холмов вечных. Здесь говорится о земле, и мы знаем, что основная суть благословения данного Авраму, обетования благословения данного Авраму, Ицхаку и Якову, значит, это обетование земли, обетование многочисленного потомства. И когда здесь идет речь о пределах холмов вечных, мы можем увидеть о благословении, простирающемся на всю землю и на все временные сроки, то есть на вечно. То есть вот настолько действительно сильно благословение, о котором говорит Яков, и он говорит, что мое благословение превышает благословение отцов. А насколько же тогда наше благословение превышает благословение отцов наших? Я сейчас процитирую несколько мест из Нового Завета. Я просто вот так решил задать поиск по Новому Завету, по простому словосочетанию в вас. Я вам скажу, когда я увидел те места Писания, у меня возникло такое ощущение, что нахожусь в Эдемском саду и передо мной вот каждое вот это вот место это как какой-то цветок благоухающий. И вот эти все места в совокупности это как огромный такой букет, на который просто смотришь и нарадоваться не можешь. Значит, Иоанна 14 глава, 16-17 стих. Ишо говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребудет и в вас будет». То есть утешитель вот этот, он внутри нас. Следующий стих. Значит, это второе послание Петра, самое начало его послания. «Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа и Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались сопричастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Видите, он начинает с каких-то конкретных дел. То есть то, что в нас вложено, мы можем проявить в этот мир, начиная что-то делать. «Покажите в вере в вашей добродетель». В добродетель – рассудительность. То есть наши дела должны руководствоваться мудростью Божией, которую мы получаем в общении с Господом. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Следующее место. 1 Иоанна, 2 глава, 27-29. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само осие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». И опять, видите, здесь идет упор на определенный образ жизни, на определенный образ действий в контексте того откровения, которое мы имеем. Следующее. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Опять же, видите, кто в нас. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христа не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Следующий момент, эпизод. «Разве не знаете, что вы – Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И следующее. «Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас». Вот последняя фраза очень меня потрясла. Павел говорит, «Бог не бессилен сделать что-то для вас, но Он намного сильнее может проявить себя через вас». Разницу чувствуете? Либо для меня, либо через меня кому-то. И Бог желает быть, чтобы мы были проводниками Его благодати, Его любви. И напоследок еще одно место, это Римлянам 5.5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым данным нам». То есть действительно наше благословение превосходит во много благословения отцов наших. И если мы это будем действительно держать в фокусе, если мы будем всегда свое внимание акцентировать на то, что Бог соблаговолил поселиться в наших сердцах, то это может стать действительно поворотным моментом в жизни каждого из нас и в жизни нашей общины в целом. Потому что, вот если вы обратили внимание, значит, речь идет вот во всех этих отрывках не столько о личности, о каждом из нас, хотя это присутствует, сколько о том, что мы, как община, как народ Божий, являемся носителями Духа Божьего, носителями этой благодати, которую призвано являть людям этого мира, который еще Господа не познали. Все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин